Есть такая пословица «Смелость города берет». Она означает, что для достижения цели нужно уметь подавлять в себе и побеждать страх. При этом не только страх внешний, но и внутренний. История, рассказанная в данном видео, полностью подтверждает данную пословицу. Осенью 42 года так тщательно выстраиваемый на Тихом океане японский оборонительный периметр стал прогибаться под натиском противника. В этих условиях Индийский океан стал второстепенным театром военных действий. При таких обстоятельствах командование объединенного флота направляло на этот участок фронта только подводные лодки и вспомогательные крейсера. Более крупные корабли были нужны на Тихом океане. Крейсерскими действиями против британского судоходства к югу и востоку от Индостана японские силы должны были отвлечь хотя бы часть морских сил и сил авиации союзников от Бирмы и не до Китая. Этими крейсерами стали японские корабли Хакокумару и Айкокумару. Оба судна вступили в строй незадолго в начало Второй мировой войны. Оба они являлись пассажирскими лайнерами, построенными для рейсов в Южную Америку. Водоизмещение у них было примерно 10,5 тысяч брутторегистровых тонн, а силовая установка Митсуи Б и В, не путать с БМВ, мощностью 6500 лошадиных сил. Она обеспечивала им скорость до 21 узла. Так бы и ходили эти суда в Южную Америку, возя грузы и туристов, но все изменила война. Корабли были мобилизованы, и на них было установлено вооружение. Четыре 152-мм орудия тип 41. Разнокалиберное зенитное вооружение. Два двухтрубных торпедных аппарата 533 мм и два гидросамолета Каваниси Е7К-2. Самолетной катапульты на кораблях не было, а сам самолет нужно было поднимать и опускать специальным краном. Корабли постоянно действовали в паре. Их вооружение позволяло вполне успешно атаковать одиночные суда и даже небольшие конвои. Этим они успешно и занимались. В январе 42-го года этой парочкой были потоплены пароходы Винсент и Малама. Но, как известно, в 42-м году с японцами случился Мидуи. Корабли были отозваны в метрополию для модернизации. В августе 42-го года корабли перевооружили на 140-мм орудия тип 3. Причем носовое и кормовое орудия могли вести огонь на оба борта. А также еще раз усилили зенитное вооружение и окончательно оно было представлено парой спаренных 25-мм орудий тип 96, двумя 13-мм пулеметами и двумя 76-мм зенитками. Корабли были дооборудованы для снабжения подлодок топливом и запчастями, после чего они были переданы в состав 6-го флота. В апреле 42-го года крейсеры вместе с несколькими подлодками отправились в малайский порт Пенанг, откуда 5 мая вышли в рейд по Индийскому океану. При этом главной задачей крейсерам ставилось снабжение топливом и запчастями группы из пяти подлодок. Это были Ай-10, Ай-16, Ай-18, Ай-20 и Ай-30. Они направились в Пролив для действия против британского флота. Как раз в этот момент он осуществлял высадку на французском Мадагаскаре. Это была операция «Броненосец». Напишите в комментариях, делать ли ролик по этой малоизвестной операции, может кому-то будет интересно. Хоть крейсерская задача была теперь второстепенной, но это не помешало двум бывшим гражданским лайнерам 9 мая захватить голландский танкер Генота. Призывая команда доставила его в метрополию, где его включили в состав императорского флота под именем Асё. 5 июня Айко Кумару обстрелял британский пароход Элизия, шедший из Южной Африки с войсками и снабжением. Пароход получил повреждения и через четыре дня был добит подлодкой Ай-18. Спасенных не было. Пополнив топливо и боезапас подлодок, крейсера повернули обратно в Сингапур. По пути они встретили новозеландский вооруженный пароход Хаураки, шедший без груза из Австралии в Египет. Команда из 56 человек не оказала сопротивления и покорно спустила флаг. Пароход был доставлен в Японию и включен в состав объединенного флота как транспортснабжение Хокимару. Таким образом, за три месяца рейдерства крейсеры пополнили японский флот двумя вспомогательными судами. Операция подлодок оказалась еще более успешной. Пяти субмаринам удалось потопить 19 судов, общим тоннажом порядка 150 тысяч врукторегистровых тонн. Кроме того, в ночь с 29 на 30 мая спущенные субмарины Ай-16 и Ай-20 сверхмалые подлодки смогли потопить в гавани Диего Суареса танкер и серьезно повредить британский линкор. После этого рейда корабли какое-то время были задействованы в качестве транспортов. Они перевозили войска на Соломоновые острова. 10 августа их вновь вернули к привычной задачи рейдерства в Индийском океане. 1 ноября оба корабля отправились из Сингапура нарушать коммуникации между Австралией и Персидским заливом. Уважаемый зритель, я думаю ты понял, что пара лайнеров оказалась не лыком шита. И несмотря на гражданское прошлое, корабли представляли реальную угрозу для перевозок союзников. В это самое время по бескрайнему Индийскому океану девятиузловым ходом двигался навстречу судьбе маленький конвой, состоявший из австралийского корвета Бенгал и голландского танкера Андина, что в переводе на русский означает русалка. Бенгал был одним из корветов серии Баттерст. Это были небольшие суда военного времени. Формально они были минными тральщиками, но в реальности не несли трального оборудования. Война заставила их выполнять роль эскортных кораблей. Из артиллерийского вооружения на корабле было только 76-мм орудие и зенитный автомат на 40 мм. Максимальная скорость корабля была 16,5 узлов. Эскортируемый танкер был вооружен 102-мм орудием. Он был построен в 1939 году в Амстердаме для компании Royal Dutch Shell и имел скорость 12 узлов. Шансов уйти у маленького каравана не было. Оба корабля были укомплектованы разношерстные команды из англичан, голландцев, индусов, арабов и негров. 11 ноября в 11.45 скромный караван встретился с рейдерами. Хоть японские суда шли без флага, но по внешнему виду были опознаны как японские вспомогательные крейсера. Командир корвета капитан-лейтенант Уильям Уилсон по радио сообщил на танкер двигаться самостоятельно, а корвет решил принять неравный бой с заведомо превосходящим противником. У японцев суммарный бортовой залп 672 килограмма, у бенгала порядка 7 килограмм, ровно в 100 раз меньше. По сути, это была самоубийственная атака в надежде вытянуть время и спасти танкер. Шансов добиться успеха, учитывая вооружение японских кораблей у маленького корвета, было немного. План командира был прост. Максимально сблизиться с крейсерами, чтобы использовать зенитное вооружение. Основной целью бенгал выбрал Хако Кумару. Японские крейсера рассчитывали потопить корвет, после чего танкеру ничего не остается, как сдаться. Собственно, так и раньше и происходило. Японские 140-мм орудия открыли огонь. Снаряды падали все ближе и ближе по курсу смелого кораблика. Капитан Андины, понимая, что долго храбрый корвет не притянет, да и уйти в случае чего, вряд ли получится. Также направил корабль навстречу японским крейсерам. На стороне интернационального расчета орудий танкера были только размеры Хако Кумару, промахнуться было сложно. Правда, и к орудию было всего 32 снаряда, и каждый выстрел был на вес золота. Экипажи японских кораблей, наверное, очень удивились такому раскладу. Маленький кораблик, который шел буквально в самоубийственную атаку. Танкер, который, возможно, шел с бензином, тоже принял бой, вместо того, чтобы удирать, явно что-то пошло не по плану. На стороне японцев был не только суммарный вес залпа, но и вывучка экипажей. Корабли не первый день занимались рейдерством, и метко стрелять их расчеты умели, но только не в этот раз. За первый час боя они так и не смогли попасть в танкер и корвет. Снаряды попадали близко к цели, но не в саму цель. Солянка экипажей союзного конвоя, наоборот, была не особо опытной командой, но тем не менее, снаряды их орудий точно попадали в борта крейсеров. Сама госпожа фортуна была на стороне храброго конвоя. После очередного попадания на Хохокумару прогремел взрыв. Не совсем понятно, кто попал в крейсер. Британцы утверждали, что это корвет, голландцы, что выстрел был сделан с танкера. Японцы подтверждали версию с корветом, но есть информация, что это был снаряд 140-мм союзного крейсера. Но так или иначе, это был выстрел один на миллион. Снаряд попал прямо в торпедный аппарат. Обе торпеды со страшной силой взорвались. Сам аппарат располагался под площадкой гидросамолетов, рядом с которой было хранилище авиационного бензина. Естественно, он загорелся. Хохокумару получил пробоину, достигшие ватерлинии и пожар. Корабль начал набирать воду и кляниться на правый борт. Мобилизованный лайнер строился не как военный, поэтому и не имел нужного количества внутренних переборок. Да и система пожаротушения оказалась не слишком эффективной. Огонь разгорался, дошел до машинного отделения, а вскоре вышло из строя все энергоснабжение корабля. Рейдер прекратил огонь и уклонился с курса. Мингал тоже отвернул. К этому моменту у него осталось всего пять снарядов. Экипаж Хохокумару продолжил вести огонь по корвету и добился нескольких попаданий. На храбром корабле вспыхнул пожар, который, впрочем, удалось быстро потушить. Со второй попытки корвету удалось поставить дымзавесу. Казалось, что все кончено. Как вдруг Хохокумару взорвался. Пожар дошел до кормового боезапаса, который и сдетонировал. Погибло 76 человек из 354 членов экипажа, в том числе и капитан корабля. Видев все это, Хохокумару прекратил преследование корвета и направился к Андини. Из-за дымовой завесы корабли-караванов в горячке боя потеряли друг друга из виду. Радиостанция была уничтожена. И когда дым расселся, экипаж Бенгала видел вокруг себя только безбрежный голубой океан. Танкера не было, крейсеров не было. По правилам, обязанность командира конвоя привести конвоируемые суда в порт назначения. Если суда не дойдут, вина на это лежит на командире. На корабле почти закончился боезапас. Сам он был, как решето из осколков. Решив, что танкер погиб, а крейсера отвернули, капитан Уилсон приказал двигаться на остров Диего Гарсия. Куда побитый корвет прибыл 17 ноября. Его командир доложил, что Андина погибла. Впоследствии за этот бой многие баряки Бенгала были награждены, а Уилсон получил орден за выдающиеся заслуги. Повреждения самого Бенгала оказались незначительными. Маленький кораблик прослужил до конца войны. В 47 году при разделе Королевского индийского флота между Индией и Пакистаном он был передан Индии. Служил в флоте и отправился на слом в 60 году. Ну а что Андина, спросите вы? Японский крейсер догнал танкер, на котором в тот момент уже не было снарядов. Видя приближающийся крейсер, капитан Хорсман приказал оставить танкер и поднять белый флаг. Команде покинуть судно. Все кодовые книги были выброшены за борт. Последним снарядом, попавшим в мостик танкера, капитан Хорсман был убит. Тем временем удалось спустить на воду три спасательные шлюпки и два плота. Айко Кумару подошел на пару кабельтовых к потерявшему ходу танкеру и выпустил в его правый борт две торпеды. Обе торпеды взорвались, проделывав в борту две огромные дыры. Порожий танкер накоренился на 30 градусов, но остался на плаву. Затем рейдер обстрелял людей, спасавшихся в воде и в шлюпках. При этом погибло 4 человека. Убедившись, что танкер брошен командой, Айко Кумару направился спасать экипаж Хако Кумару. Затем он вновь вернулся к Андине и обнаружил, что танкер упорно не желает тонуть. У него выпустили последнюю оставшуюся в аппарате торпеду, но на этот раз она прошла мимо судна. Тем не менее, танкер продолжал погружаться и командир крейсера Аиси Томоцу решил не задерживаться для его добивания артиллерии. Японский рейдер развернулся и ушел на восток в Пенанг, а затем в Сингапур. Но русалка не затонула. Когда крейсер ушел, первый помощник капитана Рехвенкель приказал шлюпкам вернуться к танкеру и распорядился подняться на его борт. Правда людей пришлось уговаривать довольно долго, все боялись, что танкер вот-вот пойдет ко дну. Однако, когда добровольцы во главе со вторым помощником Баккером и третьим инженером Лейсом поднялись на борт, оказалось, что машина не повреждена. Переборки целы, а поступление воды можно было остановить. Всего танкер попало шесть снарядов, два в носовую часть, три в мостик и на стройку, еще один в мачту. В итоге пожар удалось потушить, а судно выпрямить путем контрзатопления. К девяти часам вечера был запущен дизель и танкер двинулся обратно в Австралию, не зная о судьбе Бенгала. Попытка танкера сообщить о своей судьбе и запросить помощь оказалась безуспешной. В Коломбо радиограмму, переданную открытым текстом, приняли за японскую дезинформацию и не отвечали на нее. Лишь 17 ноября танкер был обнаружен в 200 милях от Фримантла австралийской патрульной Каталины, а на следующий день вошел в гавань Фримантла, преодолев за неделю 1500 миль. Впоследствии весь расчет 102-мм орудия танкера наградили голландским бронзовым крестом, а капитан Хорсман посмертно был удостоен титула рыцаря военного ордена Вильгельма 4 класса. Повреждения Андины оказались серьезными, поэтому ее признали непригодной к дальнейшей эксплуатации и 15 декабря исключили из списка флота. Затем танкер был направлен в залив Эксмот на западном побережье Австралии, где использовался в качестве заправщика базировавших там американских подлодок. Год спустя, когда союзники стали испытывать острую нехватку танкеров, Андину все же отправили на ремонт в США. Причем один только путь до Панамского канала занял более трех месяцев. Ремонт был проведен в городе Тампа, после чего Андина прослужила еще 15 лет и была опущена на слом в 1950 году за год до Бенгала. Судьба Айкокумару оказалась гораздо более печальной. После возвращения в Сингапур корабль направили в Рабаул, где он был разжалован из крейсеров и далее использовался лишь в качестве войскового транспорта. 3 апреля 1943 года Аэси Томоцу был снят за должности командира судна и переведен на береговую службу. Бывший вспомогательный крейсер был потоплен в лагуне Трук, признаменитом в налете американской палубной авиации 18 февраля 1944 года и ныне весьма популярен среди дайверов. Друзья, спасибо, что смотрели данный ролик до конца. Надеюсь, данный формат вам понравился. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, это очень важно. До встречи в новых роликах, друзья. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok